А у нас на горе, на Ивановой горе, в день Рождества Иоанна Крестителя было многолюдно. Ярмарка-фестиваль собрала много местных жителей, гостей деревни Глубокого. Атмосферой праздника пропиталась и наша съемочная группа. Гости горы. Те, кто в день Иоанна Претечи пришли на ярмарку-фестиваль, а у нас на горе, получили удовольствие. Атмосфера старины, фотозоны, ярмарки, контактные зоопарки, мастер-классы, торговля. Здорово! А началось все с праздничной литургии в храмовом доме. 7 июля православные отмечают День Рождества Иоанна Претечи. По окончании службы настоятель патриаршего подворья Иерей Владимир Навроцкий поздравил всех собравшихся с праздником. Поблагодарил за помощь в организации мероприятия. Насколько я помню, всегда, когда присутствовало соработничество церкви и государства, это были благостные и счастливые дни для нашей Родины. И, наоборот, разделение этих двух институтов ввели всегда к каким-то более трагическим событиям. С праздником! На главной сцене выступили лучшие творческие коллективы Большого Серпухова. Среди приглашенных гостей фестиваля – уличные театры, казаки, вокальные и хореографические коллективы. В Серпухове возрождаются традиции больших православных фестивалей. Мы рады, что такое большое количество людей, жителей наших посетили это мероприятие. Все учреждения культуры принимают участие сегодня. Сегодня они приготовили мастер-классы, контактный зоопарк. У нас получилось сделать именно разносторонний фестиваль, где любой житель может найти себе занятие по душе. Подворье разделилось на множество интересных локаций. Кто-то изучал историю старинного дуба при помощи аудиогида. Дуб – первое письменное упоминание о храме на Ивановой горе, причем уже в прошедшем времени, относится к 1571 году. Кто-то постигал уроки ткачества в тени раскидистого дуба. Как работает ткацкий станок? Покажем? Давай. Вот мы сейчас прошли, теперь надо нам слова-то какие – поменять зев. И есть у нас такое простое устройство. Вот-вот-вот так мы просто перевернули. А ниточки одни опустились вниз, а другие поднялись. Серпуховские фермеры приехали на фестиваль вместе со своими животными. Покормить козу и козлят, кроликов и овечку было интересно всем – и детям, и их родителям. Малышку дай, Маш, подожди, дай капусту. Малыш, будешь? Мелкий. Мы очень рады, что сегодня наш контактный зоопарк, конечно, прям популярностью пользуется, потому что дети с удовольствием приходят фотографироваться, кормят. И мы рассказываем, показываем им наших животных. На одной из праздничных локаций – выставка иконописцев. На другой – хлебосольная деревня. Гостей праздника угощали Ивановой ухой, грибным супом, щавелевыми щами, ароматным Иван-чаем. А после хлеба, как известно, всех ждали зрелища – представления кукольного театра. Дедушка, бабушка, вода закипела. А ну-ка, дед, давай пошевеливайся. Честовали на праздники всех Иванов, Ивановичей и Ивановых. Хороводы водили. В народных играх и забавах для всей семьи участвовать вовлекали. Мы очень ждали этот фестиваль-ярмарку. Хотели посмотреть, узнать больше об этой местности, о людях, о храме, о колокольне, шикарной реке. Хотели побывать на праздники, поучаствовать в торжестве, потому что это здорово. Это восстановление наших православных традиций. Мне все очень тоже понравилось. Мастер-классы с оружием, розыгрыши, лотереи, выставки. Мне все очень понравилось. На протяжении всего праздника работала ярмарка продажи фермерской продукции из окрестных деревень. Организаторы праздника намерены сделать фестиваль ежегодным. Праздник был всегда, а вот отмечать так массово и так масштабно мы решили впервые. С места знаменательное. Люди приезжают из разных регионов, в том числе и паломники, не только туристы. Поэтому нам есть что показать, нам есть чем удивить. Мы рады гостям. Сейчас мы определили дресс-код – белый и красный. Белый цвет Рождества, красный цвет Иоанна Крестителя. Поэтому посмотрим, как люди на это откликнутся. На будущий год организаторы обещали придумать еще какую-нибудь изюминку, чтобы погружение в старину было еще более ощутимо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова